Тут мы маемо… Здесь у нас операционная. Операционный стол считается лучшим, потому что он опускается на минимальный уровень. Условия, в которых приходится работать медицинскому учреждению во время войны, развязанной Путиным в Украине, становится все сложнее из-за постоянной угрозы ракетных ударов. Поэтому в этом укрытии размещены все необходимые отделения, но в миниатюре. Здесь даже есть операционная, ведь, по словам медиков, в некоторых случаях оперативное вмешательство может быть безотлагательным. Почему важно? Потому что здесь проводится оперативное обеспечение акушерского стационара. В случае необходимости мы можем обеспечить оперативное гинекологическое вмешательство. То есть мы готовы к любым вызовам – и кесареву сечению, и кровотечению, и родоразрешению, если роды не заканчиваются естественным способом, и гинекологии. Сразу за следующей дверью расположен небольшой родовой зал. «Электрическая кровать, с помощью которой можно принять любое положение. Её можно поднять выше, ниже, чтобы было удобно и пациенту, и персоналу. Мониторы, которые предоставляют нам возможность прослушивать сердцебиение. А также всё необходимое для первичной обработки новорождённого. То есть, тёплая кроватка с подогревом, весы, если необходимо было бы, то отсосы. То есть, всё необходимое для того, чтобы можно было здесь принять роды». В этом медицинском учреждении выхаживают новорожденных с массой тела от 500 грамм. Самые маленькие дети, которых в 2023 году удалось выходить и успешно выписать домой, весили при рождении лишь 550 и 580 грамм. Чтобы даже во время воздушных тревог малыши получали постоянное медикаментозное обеспечение, в укрытии обустроили палату интенсивной терапии для новорожденных. «В случае необходимости все детки будут здесь находиться. Здесь есть всё оборудование, даже для самых тяжёлых. Есть дыхательные аппараты, они многофункциональные. Все режимы вентиляции, есть столики, кювезы. Всё, что необходимо для наших самых маленьких пациентов». В течение двух последних лет здесь велись работы по обустройству укрытия, отвечающего современным требованиям безопасности, инклюзивности и государственным строительным нормам. Поскольку высота подвального помещения не превышала полутора метров, первоочередной задачей было её увеличить. Для этого пришлось углубиться вниз более чем на метр. Теперь высота потолков в помещении – 2,5 метра. Медики рассказывают, что самый первый вопрос, который возникает у будущих родителей, касается именно укрытия. «Ещё при знакомстве с учреждением они хотят накануне увидеть помещение, в частности, укрытие. Для них это является приоритетом. Ведь мы видим, что обстрелы усиливаются. Максимально сейчас все спускаются в укрытие. И приоритет первый для нас – это безопасность». В укрытии провели замену канализации, установили новую пожарную систему и вентиляцию, обеспечили высокоскоростной Wi-Fi. А для двойной защиты на случай обесточивания установили мощный генератор, который включается в течение нескольких секунд. Валерий Бакус, Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова для телеканала Freedom.